Ночь Пикадилли Они стояли прижавшись друг к другу И с радостным изумлением глядели на окружающее их великолепие Было им лет по 15 Он и она Ромео и Джульетта атомного века Ромео был рыж и худ Его давно не стриженные волосы Падали на заношенную куртку военного образца Голубые джинсы пестрели вытарвленными кислотой белыми пятнами По моде Она была в таких же джинсах Но вместо куртки надела жилеты собачьего меха Длинные волосы в беспорядке рассыпались по спине Тоже по моде У его ног Лежал тощий рюкзак Она держала Потрепанный чемоданчик Ребята Только что вышли из метро При всей оригинальности одежды Они не казались лондонцами Здорово С нарочитым безразличием обронил он Здорово Как можно равнодушнее согласилась она Глаза у обоих сияли Пикадилли Сиркус всегда хороша В этот вечерний час залитая огнями площадь Кажется наряднее обычного Она вся словно светится Вообще-то есть площади Освещенные куда ярче В Нью-Йорке на углу 42-й улицы На пересечении с Бродвеем Глубокой ночью пронзительно ярко Как в операционной Неон там, однако, выглядит не более чем шальной электроэнергией Огни Пикадилли Произведение искусства Они волнуют, зовут куда-то Туристы обожают площадь Они часами слоняются по ступеням монумента Эросу Словно загипнотизированные Следят за неторопливым ходом Гигантского маятника знаменитых часов Вот уже которое десятилетие Оббивающих прибыли пивной компании Гиннес Упиваются волшебной радугой Играющей на фасадах бесчисленных кинотеатров Мюзик-холлов, казино Кого только не увидишь на Пикадиле Какую речь тут не услышишь Хинди и немецкую Арабскую и шведскую Испанскую И уж непременно английскую С акцентом Техаса или Калифорнии Американцев сразу признаешь Они легче соблазняются пестрыми значками С надписью Пикадилли Что продаются на каждом углу Их не оттянешь от Кроваво-красных витрин магазина Готового платья Симпсона И элегантного Лили Уайт Говорят, что американцы По крайней мере из тех Что побывали в Лондоне Ничего в жизни не желают Так страстно Как выглядеть британцами Некоторые из них Иронизировал знакомый журналист По этой причине Увозят с собой Из Лондона Мосты Другие коллекционируют Лайнеры Типа Куинн Элизабет Еще до войны Один из таких энтузиастов На корню Переоборудовал его Под беседку Поскольку Букингемский дворец Пока не продается Большинству гостей Из-за океана Приходится довольствоваться Севел Роу Севел Роу Улица самых модных Мужских портных Рассказывают, что Некий Техасис В одинаковой мере Не испытывавший Нехватки денег И избытка Воображения Купил себе сразу 20 Севел Роу Каждый из них стоил В пятеро дороже Нормального костюма Такие покупатели Делился Впечатлениями Представитель швейной компании Нередко Просят о детях Как премьер-министра Мы уже знаем Что они имеют ввиду Макмиллана Еще они В отличие от англичан Которые считают это Вульгарным Желают, чтобы Этикетка фирмы На внутренней стороне одежды Была как можно Заметнее Близкое Рождество Еще больше Рассветило Пикадилли И играют бриллиантами Сугробы Искусственного снега Заговорчески Мигают Прохожим Знаем Мол Все равно Клюните На рекламу Миллионы Разноцветных Лампочек Скащет По площади Неон В радостном Предвкушении Предстоящих Брышей Торговый Предрождественский Ажиотаж Вторгся Леитмотивом В бесконечный бег Новостей По крышам Домов Еще одна Авиакомпания Airways Прогорела Вслед За Британским Орлом Бутылка Джина Гордон Лучший подарок К Рождеству Только за Десять месяцев Забастовок Потеряно Четыре миллиона Рабочих Дней Не забудьте Купить Туалетное Мыло В магазинах Вулварта В заброшенном Тоннеле Найден Труп фермера Убитого Женой И двумя Ее Любовниками Покупайте Покупайте Без Наживы Не обошел Стороной И Святых Отцов В Расположившейся У Самой Площади Уютной Церквушки Сент-Джеймс Прихожан Встречают Объявлением Рождественский Базар Торговля Бойко Идет В подвальных Помещениях А под Церковными Сводами Молодой Священник Нагоняет Тоску Монотонной Латынью Три Похожих Одна На Другую Богомолки Спрятали Постные Лиса В ладонях То ли Молятся То ли Просто Дремлет В дальнем Темном Углу Видна Еще Одна Фигура Крупкая Девушка Неравно Кусает Губы Потом В церковь Заскакивает Средних Лет Пышащий Здоровьем Мужчина Он Может быть Лавочник Агент По Недвижимости Хозяин Гаража Мужчина Молитвенно Складывает Руки Напускает На упитанное Лицо Благолепие И на Мгновение Не больше Застывает После этого Довольный Совой Еще более Энергичным Шагом Направляется К выходу С Богом Улажено Теперь можно И погрешить В церковные Окна Врываются С полохи Неона Белого Красного Синего Он Бесцеремонно Ложится На Алтарь Бестыдно Ощупывает Святую Деву Как Океанский Прибой Сюда Идет Равномерный Гул Шум Голосов Рев Автомобилей Поп-музыка Зов Пикадилли Священник Вздрагивает С опаской Глядит На окна Потом Снова Бормочет Свою Латынь Нет Ему Не выдержать В этом Соревновании Пикадилли Посильней Я плыву По Затопившей Площадь Людской реке Наступаю На Чьи-то Ноги Внимаю Спасительном Ссоре Когда Сам Получаю Пинок Из Бесчисленных Пабов Пивных Кафе Ресторанов Индийских Арабских Испанских Но Больше всего Китайских И итальянских Плывут Ароматы От букета Которых Минут через 15 Начинает Потихонечку Мутить Двое Длинноволосых Парней Под гитару Доказывают На углу Что жизнь Свинства Но им На это Наплевать Менестрели Пикадилли Панют Довольно Складно И что важно Не очень Громко Но Раскрытый Футляр От гитары У их ног Хранит Следы Крайне Скудного Гонорара В ниши За киоском Около Него Всегда Толпятся Прыщавые Дон Жуаны Парнографические Здания Чуть не Со всего Света Тут Идет Жаркий Диспут Личность Неопределенной Внешности Взгромоздившись На Ящик Убеждает Дюжину Зевак В бренности Земной Суеты Зовет Их К духовному Самосовершенствованию В честь Слея Слушателей Оказалось Хватившая Лишнего Жительница Лондона Из Люмпенов Забывшая О мыле Но Сохранившая Память О выпавших На ее Долю Обидах Свой взгляд На проблему Духовного Самосовершенствования Она Выражает Такими Сочными Портовыми Идиомами От которых Проповедник Бледнеет Но Стойко Продолжает Свою Линию А Публика Покатывается Сосмеху Рядом Из Широко Распахнутых Дверей Клуба Бинго Идет Стон Разочарования На одного Выигравшего Здесь Приходится Десять Проигравших Бинго Британская Разновидность Лото Массовое Сумасшествие Охватившая Англию Клуба Бинго Простой Бездумной Игры Уже Съели Чуть Не половину Кинотеатров На Другом Углу Юркие Молодые Люди Настойчиво Предлагают Прохожим Картонные Билетики Загляните В наш Клуб Вы увидите Тут Лучших Манекенщиц Лондона Уговаривает Один Билетик Самые Красивые Девушки У нас Заверяет Другой Клубы Это Изящное Название Стриптизов Как Ядовитые Грибы Расплодившиеся В сухо Районе Ночных Удовольствий Примыкающим К Пикадилле Кто-то Вкладывает Мне В ладонь Голубой Рекламный Проспект Научный Метод Знакомств Выведено На обложке Авторы Проспекта Обещают В два Счета Обеспечить Личное Счастье Требуется Совсем Немного Кристиками Да или Нет Ответит На гамму Крайне Несложных Вопросов Хорошо ли Вы себя Чувствуете Считаете Ли Оправданной Супружескую Верность Как у вас С темпераментом Укажите Еще свой Вес Рост Цвет Волос И Непременно Расу Вложите В конверт С готовыми Ответами Два фунта Стерлингов Девушкам Скидка С них Полтора Фунта После того Как Вы опустили Конверт В почтовый Ящик Терпеливо Ждите В пределах Месяца Вам Обещают Полдюжины Адресов Жаждующих С вами Встречи Представителей Противоположного Пола Личное Счастье Гарантировано Просто И Гениально Более Или Менее По По той же Системе Здесь Спаривают Собак Которому Англичан Как известно Особое Отношение Размышление О Проблеме Любви В атомном Веке Прерывает Жуткое Подвывание Сирены От которой На душу Ложится Тоска Темно-синий Полицейский Ягуар С Беснующимся На крыше Голубым Фонарем С трудом Прокладывает Путь В плотном Автомобильном Потоке На сирену Никто Не обращает Внимания Очередное Дело Какая Важность Лишь Пара Любопытных Без особого Интереса Наблюдает За тем Что происходит На соседнем Перекрестке Несколько Бобби Полицейских Шарят В Прикнувшейся К ртуару Машине Полицейские Невозмутимы Предельно Корректны Это Отличительная Черта Здешних Стражей Тут же На Пикадилле Я Видел Однажды Как Бобби Прохаживали С дубинками По спинам Молодых Ребят Вышедших На демонстрацию Протеста Против войны Во вьетнаме То было Настоящее Избиение Два Мертвенно Бледных Парня И Размалеванная Девица С Неестественно Блестящими Глазами Все Трое Устроились На переднем Сидении С вызывающей Усмешкой Следят За Действиями Представителей Закона Когда Те Требуют Вывернуть Карманы Открыть Бумажники И сумочки Команда Тем не менее Послушно Выполняется На лицах У полицейских Откровенная Скука Все это Им До чертиков Надоело Сюда Бы сейчас Собаку Их в полиции Специально Тренируют На такие дела Она сразу бы Обнаружила Этот проклятый Каннабис Каннабис Одна из самых Больных проблем Сегодняшней Англии Наркотик Широко известный В мире Под названием Гашиш И марихуана Стал Настоящим Бедствием Если В прилегающем К Пикадиле Переулке Вы Встретили Неуверенно Словно По зыбкой Палубе Вступающую Молодую Женщину С блуждающим Взглядом Это Каннабис Если толпа Кто С опаской Кто Брезгливо Обходит Повисшего На ограде Сквера Человека Глаза у него Закрыты А рот Открыт На пиджаках Стекает Слюна Это тоже Наркотик Увидев Двоих Что стоят Покачиваясь Среди Людского Потока Объятием Помогая Друг другу Держаться На ногах Не сомневайтесь Это работа Каннабиса Заморское Зелье В устрашающих Количествах Поступает В Англию Полиция Бессильно Остановить Этот импорт Его Находят В багаже Кинозвезд Среди Деловых Бумаг Респектабельных Бизнесменов Его Обнаружили Недавно В хитроумном Тайнике Ученого Физика В доме Одного Из Бетлов Только что Англичане Испытали Очередной Шок Пятерых Учеников Аристократический Паблик Скул Привилегированной Платной Школы Застали За курением Сигарет С каннабис Школьники Подявились Волнению Взрослых Заявив Что Давно И регулярно Потребляют Наркотик В парламенте Идет Горячая Дискуссия Как Быть С Каннабис В последнее Время В стране Поднялось Движение За отмену Запрета На зелье За его Легализацию Откуда Свалилась Это Напасть Что Кроется За Наркоманией Над Объяснением Которой Бьются И медики И социологи И философы Одни Говорят Что Это Просто Порок Как Скажем Алкоголизм Другие Что Речь Идет О Капитуляции Маленького Слабого Человека Перед Большим Неуютным Чуждым Ему Миром Во всяком Случае В обществе Где очень Много Автомобилей Телевизоров И речей В парламенте А люди Ищут Утешение В бинго И Каннабис Что То Не в порядке Что То Надломилось Уже Далеко За Полночь На Пикадилии Все еще Светло Как днем Туристов Забетно Поубавилось Зато Прибыло Странного Юного Люда Жутковатого С непривычки Нечесанные Немытые 15-17 летние Мальчишки И девчонки Кто в шкуре Кто В длиннополой Шинели А кто И в невесть Откуда Взятой Ряси Как ночные Тараканы Выползли Из каких-то Щелей Они Улеглись На Ступени Эроса Расположились На Вентиляционных Решетках Метро Столпились У магазина Грампластинок Несмотря На Ночной Час Из магазина Несется Запущенный На полную Мощность Хрепловатый Голос Поп-певца Тома Джонса Если Хиппи И битники Пришли К такому То Ищущая Братья Окончательно Сбилась С пути Этих Зовут Тут Джанкиз То есть Мусор Поддонки Словечко Как и Само Явление Пришло Из той же Америки Джанкиз Похоже Не ищут Ничего Кроме Дешевой Позы Случайных Удовольствий И Наркотиков Как они Появились Какими Резервами Пополняют Свою армию Без знамени Никто Кажется Не склонен Всерьез Занявся Разгадкой Криптограммы Из Нечесанных Волос Отрисание Всего И Зова Биологии На уровне Амеб Изредка Промелькнет Сообщение Что еще Один Отпрыск Из Благополучной Буржуазной Семьи К ужасу Родителей Бежал К Джанкиз Ребята Из трудовых Семей Приходят Немного Реже Больше Других Пожалуй Знает Джанкиз Служитель Из общественной Уборной Что действует В метро Под Пикадиле Это Их Приют В холодные Ночи Они Укладываются Там Прямо На Кафель Здесь Их Биржа Идет Дележ Наркотиков Их Лаборатория Тут Они Вонзают В себя Шприцы Кенебис Для Джанкиз Детские Шалости Они Предпочитают Пускать Себе В кровь Еще Более Сильно Действующие Соединения Каждое Утро Я Выношу Целый Ящик Пустых Ампул Рассказывает Служитель Кроме того Мне приходится Потирать За ними Лужи Крови Они Специально Ее Выпускают Считая Что Чем меньше Крови В организм Тем Сильнее Действует Брон Однажды Я Позвал Полицию Они Меня После Этого Избили Больше Я Никого Не Зову Священника Из местного Прихода Спросили Почему Джанкиз Избрали Своим Центром Именно Пикадилли Они Зовут Его Дилли Кто Ж Их знает Ответил Священник Я Слышал Что Для них Это Как Святое Место Для Паломников Они Тянутся Сюда Со Всей Англии Чтобы Встретиться Друг С Другом Посмотреть На Огни Дилли Это Их Иерусалим Под Утро Все Еще Носят Сострадающие Бессонницей Полицейские Машины Дурными Голосами Чтобы Прогнать Сон Вскрикивают Продавцы Первых Выпусков Газет А Соловевшие Джанкиз Укрывшись За Баками С мусором Копошатся Со Своими Шприцами А Площадь Все Так Ж Сияет Нарядная Праздничная Перед Глазами Стоят Почему-то Те Двое Юных Восторженных Провинциалов Где-то Они Теперь Ромео И Джульетта Не заплутать Бы им В потемках Этой Ослепительной Площади Декабрь 1968 Года Глава Из книги Британия Великая И Малая Автор Виталий Кобыш Виталий 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 Виталий